В эти минуты на Байконуре готовится стартовать космический корабль «Союз». Запуск запланирован на 8 часов 14 минут по московскому времени. Прямая трансляция в эфире нашего телеканала организована при помощи студии «Роскосмос». Я напомню, на орбиту отправляется новый экипаж МКС. Для россиян Антона Шкаплеров и Анатолия Иванишина этот полет дебютный. А вот их коллега, астронавт НАСА Даниил Бирбанк, отправляется на орбиту уже в третий раз, но впервые на «Союзе». Можно сказать, что этот старт исторический, этот «Союз» последней старой серии, на которой установлены аналоговые системы управления. Далее экипажи будут использовать только «Союз ТМА-М», где применяются уже цифровые технологии. Надо сказать, что этот «Союз» стартует почти на два месяца позже. С запланированного срока запуск перенесли, чтобы полностью убедиться в надежности ракеты-носителя после аварии корабля «Прогресс» в августе. Для того, чтобы развить последние сомнения, специалисты провели успешный старт к МКС очередного космического грузовика. И вот только после этого дали добро на полет нового экипажа станции. Восемь ещет. Восемь секунд. Параметры системы управления ракетоносителя в норме. Абартов порядок, самочувствие экипажа хорошее. Ивеносно. Двигатели первых второступеней работают нормально. Двигатели первой и второй ступени работают нормально. Регер. Параметры конструкции ракетоносителя в норме. 110. 110 секунд. Уже через две минуты после старта должна отделиться первая ступень. А еще через 40 секунд будет сброшен головной обтекатель, который закрывает корабль «Союз». Вторая ступень отделится примерно через 6 минут полета. А самостоятельный полет корабль начнет уже на исходе девятой минуты со старта с Байконура. Ну а потом «Союз» будет догонять МКС. На это уйдет около двух суток. Параметры конструкции ракетоносителя в норме. 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 Параметры конструкции ракетоносителя в норме.